В последнее время, исходя из сложной военно-политической обстановки, растущей военной активности блока НАТО на территории сопредельных с Беларусью государств, президент страны лично держит на контроле вопросы, связанные с боевой готовностью вооружённых сил Республики Беларусь, а также ход и качество проведения занятий по боевой подготовке. Ему систематически докладываются эти вопросы, и сегодня президентам принято личное решение проинспектировать и посмотреть, как организованы занятия по боевой подготовке на территории одного из полигонов. Он проверил качество боевой подготовки одной из воинских частей вооружённых сил Республики Беларусь. И здесь же на полигоне заехал в одну из частей вооружённых сил Российской Федерации, которая входит в состав региональной группировки войск и проходит слаживание совместно с вооружёнными силами Беларуси на территории, на полигонах Республики Беларусь. Решение о развертывании региональной группировки войск на территории Беларусь было принято еще в прошлом году президентами Республики Беларусь и Российской Федерации. Группировка успешно развернулась и организовано проведение совместных занятий по подготовке как с военнослужащими Российской Федерации, так и с военнослужащими Республики Беларусь. Слаживание, взаимодействие, отработка вопросов взаимодействия на то, что и положено. Хотелось бы сказать, что региональная группировка войск – это один из элементов стратегического сдерживания, элемент, который на сегодня, наверное, должен остудить горячие головы на Западе по отношению какой-то агрессивной политики в отношении Республики Беларусь, в отношении союзного государства прежде всего. А мы видим, что сегодня на границах союзного государства, западных границах союзного государства происходит большая военная активность, наращивается большое количество учений, фиксируем постоянные пролеты разведательной авиации. Ну, то есть совсем немиролюбивая политика исходит от наших, к сожалению, соседей. Поэтому и было принято решение о развертывании региональной группировки войск. Региональная группировка войск, хотел бы сказать, что имеет исключительно оборонительные цели и предназначена для защиты западных, прежде всего, границ союзного государства. То, для чего она и предназначена. Президент сегодня побеседовал с военнослужащими Российской Федерации, ну и как раз поздравил их с наступающими рождественскими праздниками. Также были вручены индивидуальные медицинские аптечки, которые разработаны исключительно на белорусских предприятиях и укомплектованы белорусской составляющей. Военнослужащие Российской Федерации, прежде всего, отметили действительно радушное гостеприимство. У военных вообще гостеприимство, оно развито и принято. Но здесь на нашу белорусскую составляющую возложены вопросы, связанные с всесторонним обеспечением, обеспечением проведения занятий, тыловые вопросы, вопросы технического обеспечения, ремонта техники. Все эти вопросы организованы, решены на самом должном уровне с использованием и предприятий военно-промышленного комплекса Республики Беларусь. Поэтому претензий сегодня в адрес, скажем так, белорусской стороны, со стороны наших друзей, со стороны наших братьев россиян не звучало. Были только слова благодарности за гостеприимство, за радушие, за помощь в организации занятий, за предоставление нашей учебно-материальной базы, наших инструкторов, наших преподавателей, учебного центра, военной академии. То, что, в принципе, и должно практиковаться в ходе вопросов слаживания, совместного слаживания таких крупных группировок.